Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня среда, 19.45, и сегодня моя фамилия отнюдь не Луцкан, и сегодня позволено говорить на те темы, которые заданы нашим информационным пространством, нашим интернет-пространством, общением в соцсетях, обсуждением в обществе и так далее. На минувшей пятнице было опубликовано определение Конституционного суда Республики Сахая-Якутия, которое вызвало массу, скажем так, резонансных выступлений, как в пределах республики, так и за ее пределами. Фотография судей Конституционного суда, которая стоя зачитывает определение, обошла все информационные ленты. Так ли страшен черт, как его молюет, и что кроется в данном определении? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Один из нас». Мы начинаем. Ну давайте, коллеги, один из нас решил все-таки докопаться, отбросив в сторону всю вот эту казуалистику. Я всегда говорил, что юристы, они какие-то инопланетяне, они говорят совершенно нечеловеческим языком. Это, конечно, издержка может быть профессии, издержка самой деятельности такой. Но для обычных людей вот эти вот все термины и так далее, которым полно вот этого определения, оно... Сегодня, к примеру, я смотрел актуальное интервью председателя Конституционного суда Александра Николаевича Кеменовна, где со стороны обычного человека, если я проанализировал, процентов 80 могло просто не дойти до адресата. Мы сегодня попытаемся как-то более, скажем так, приземленными понятиями поговорить про вот это вот определение, которое вызвало массу, еще раз, скажем так, информационного шума самим появления. Итак, давайте человек, который в ответе сегодня за Конституционный суд, который совмещает в себе и руководителей секретариата, я так понимаю, и пресс-секретаря Конституционного суда Олег Борисович, давайте мы с самого начала, еще раз призывая всех участников беседы, давайте более такими понятными приземленными определениями. Ну, сразу хотелось бы несколько скорректировать, да. Конституционный суд принял 21 октября неопределение постановления. Это юридическое значение этого акта, оно несколько иное, чем определение. Постановление, оно посвящено толкованию, толкованию Конституции, то есть разъяснение смысла положения Конституции, которые вызывают у населения неопределенность в их интерпретации. С данным запросом обратился народный депутат республики, который управомочен по Конституции именно обратиться в Конституционный суд с данным запросом, но руководствуясь, наверное, волеизъявлением своих избирателей. И его мнение, его позиция отражает определенная часть населения республики. Ну, учитывая дату, скажем, обращения депутата, товарища Михаила Габышева, избиратели его, наверное, в тот момент были заняты отнюдь не определением понятия коренной-некоренной. Это так, к слову. Ну, нам сие неведомо. Да. Факт остается факт. Да. Тем не менее, он управомоченный субъект обращения в Конституционный суд с подобного рода запросом. И Конституционный суд, руководствуясь своей компетенцией, и то, что он является единственным официальным интерпретатором Конституции, дал соответствующее разъяснение о том, что подразумевается в Конституционной формуле под определением коренные народы республики Саха-Якутия. И вердикт Конституционного суда является общеобязательным для понимания конституционного смысла этих положений. Но он не представляет собой акт, который вносит изменения в Конституцию или поправки в нее. Конституционный суд разъяснил, что следует понимать, как следует интерпретировать эту формулу. Здесь, прежде всего, надо сказать о том, что Россия – государство федеративное. И в качестве территориальных основ российского федерализма положены два фундаментальных принципа, определяемые в основах Конституционного строя России, федеральной конституции. Во-первых, это территории, которые образованы исключительно по административному принципу, и территории, которые субъектов образованы по национальному принципу. То есть существует административно-территориальное государственное образование в составе Российской Федерации и национально-территориальное государственное образование в составе России. Ну, тут вот, если вы апеллируете к федеративному устройству России, у других национальных образованиях четко в своих конституциях прописано, допустим, осетинский народ является основой для сохранения осетинской культуры и так далее, да, или там калмыцкий народ является гарантом, залогом сохранения калмыцкой культуры. У нас, я так понимаю, в конституции этого прописано не было, зато был прописан некий многонациональный народ, да? Ну, многонациональный народ, он закрепляется и на федеральном уровне конституционного регулирования, и в нашей республике тоже. Но здесь действительно надо отметить тот факт, что конституция республики принималась в тот период времени, когда федеральное законодательство еще не было сформировано в соответствии с теми конституционными принципами, которые сегодня являются для нас догматичными. Когда еще не было конституции России. Да, конституции еще тогда не было, то есть существовал некий правовой вакуум, и юридический лексикон, он еще не был определен законодателем, он только находился в стадии своего становления в постсоветском пространстве. И в этот период становления новой государственности российской, конечно, многие положения конституционных установлений, они до сих пор еще являются недостаточно понятными для населения. Давайте прежде чем вот мои коллеги Чукур Гаврилев и Сергей Егоров и все участники, скажем так, продолжим беседу, я хочу задать тот вопрос на правах модератора, который витает в воздухе. То есть вот определение данного, данное определение, оно может ли вызвать какое-то ущемление в правах других, скажем так, народов, которые проживают на территории республики Саха? Ну, это исключено по той простой причине, что у нас в Российской Федерации и на конституционном уровне правового регулирования, и в законодательстве существует догматический принцип исключительного, абсолютного правового равенства граждан. Независимо, и что особо отмечается в Конституции, от расы, национальности, языка, социального происхождения, профессиональной деятельности, половой принадлежности, вероисповедания. Это исключительное право самого человека, как он сам себя идентифицирует, и к какой национальности он к себе относит, и на каком языке он разговаривает. Государство не вправе вмешиваться в эту приватную жизнь человека. И вот это исключительная парадигма правового равенства граждан, то есть надо сказать, что законодатель, он индифферентно относится к национальности. И никаких преференций, индульгенций, каких-то преимуществ национальности не предоставляет гражданин. То есть факт остается фактом. Некое деяние совершил двуногий, или некое деяние совершил, ну скажем, бык забыдал кого-либо, да? Я вот, честно говоря, не понимаю вот истерии, которая развернулась в некоторых интернет-СМИ, там обвиняют, что в Якутии только титульная нация будет, там больше иметь прав и так далее, привилегии и так далее, да? Ну читал некоторые, там, якобы интернет-статьи, да? И я скажу, что вот предыстория этого вопроса, действительно, в июне в Сахасире мы напечатали несколько статей, вот касающихся именно вот кто такой коренной народ. И является в частности Саха вот коренным народом, да? Вопрос такой поднимали. Дело в том, что в российском понятенном аппарате, в юридическом нет вот такого понятия коренной народ, да? А в международном праве есть. Кстати, вот вышел к нам один такой человек, Иванов Дмитрий Дмитриевич, видимо, это он обратился через депутатов в конституционный суд и так далее, да? Но факт то, что было две статьи, мы напечатали эти статьи, со своей точки зрения, журналистское расследование. И я не понимаю, вот почему вот такая истерия, или не понимают люди, почему вот коренной народ, и сразу за этим последуют привилегии, да? Я вот приведу два документа, это вот специально я принес, это Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Вот, 13 сентября 1967 года. Это 169-я конвенция, да? Нет, это 169-я, это другая, она называется Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, да? Организация Объединенных Наций, вот, видимо, ввела такое понятие коренной народ, чтобы каким-то образом или защитить их, как бы, идентичность, культуру, язык и так далее. Вот в международном понятии indigenous people, вот такое понятие есть, оно даже юридическое, да? А в российском понимании такого нет. Поэтому, видимо, вот Конституционный суд определяет все-таки, кто такой коренной народ. То есть Конституционный суд обходит даже статус бывшего советского руководства, которое определяло малые народности Севера, да? У нас есть закон? Да, Ельцинская Конституция определяет коренные малочисленные народы Севера, да? Но при этом, как бы, тактично очень уворачивается от... Может, дело просто в том, что не до конца Россия интегрирована, скажем, область международного права. Можно я немножко объясню? Ну, в первую очередь, безусловно, я вот от вас вопрос прозвучал, Олегу Борисовичу, ущемляет ли это каким-то образом права, ну, в первую очередь, коренных малочисленных народов Севера? Нет, это мое мнение как уполномоченного, это никоим образом не касается вопросов реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера. И в этой связи я бы хотел, конечно, успокоить всех представителей коренных, потому что ко мне уже обращаются, то есть и в средствах, скажем так, в мессенджерах и так далее, да? То есть вопросы задаются простыми людьми, то есть есть определенные опасения. Я говорю как юрист, я говорю как человек, который участвовал именно на заседании, еще перед заседанием общался с судьями Конституционного суда по этому вопросу, да? Я говорю, что никакого ущемления прав коренных народов коренных малочисленных народов Севера нет. А ущемления прав, скажем так, других, которые, исходя буквой вот этого данного определения, они не... ну, тех же русских старожилов, прошу прощения. Нет, ну, у русских арктических старожилов немножко другой статус. Есть федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, да? И он позволяет субъектам устанавливать этнические общности, которые могут быть приравнены в правах к представителям коренных малочисленных народов Севера. И республика воспользовалась этим своим правом. Этническая общность русских арктических старожилов, проживающих в селах Пхоцк, в русской устье, приравняла права коренных малочисленных народов Севера. И в этой связи они также никоим образом от этого у них не умаляются, ни права, ни интереса, ни чего. И в этой связи то, что Чакур говорил, я хочу отметить то, что ни на республиканском уровне, ни на федеральном уровне, ни тем более на международном уровне нет определения понятия коренной народ. Есть отдельные критерии в тех документах, в конвенции, в международной организации, в декларации и в других документах. Давайте мы вернемся к этому сразу после рекламной паузы, которую вот только-только начали, и сразу бац, реклама. Никто из них к нему не учил. Я всегда говорил, что в самые острые моменты наступают у нас рекламные-рекламные паузы, когда зашкаливает эмоции, особенно у Сергея Егорова, который в силу своей профессии обязан быть на самом деле хладнокровным. Студия пошла, так что, Сергей, охлади себя немножко. И сегодня ты замечательную фразу насчет определения indigenous people от ООН пользуется в Европе. Ну, поскольку мы же вроде как входим в европейскую зону, скажем так, правовую, да? Россия – это европейская страна же. Дима, я был в Европе, да? Я общался там с европейскими интеллектуалами, я общался там действительно на конференциях, и я вижу, какое отторжение там вызывает вот эта позиция к indigenous people. Когда говорят, что вот эти люди особенные, их нужно как-то оберегать, к ним нужно какое-то особое отношение. Они говорят, ребята, а чем оно вызвано? Почему вот эти вот indigenous people должны получать какие-то особые преференции по отношению к другим людям? Почему в университет Сорбонны… Они получают? Они получают. Но почему какой-то лапландец должен приезжать в университет Сорбонны и получать там место в отличие от какого-то мюнхенца, да? Нет, но наши, скажем так, эвенки также могут жить. Они же, я еще раз говорю, Россия – это европейская страна. Поехать к Сорбонну и сказать, мы также являемся indigenous people. А когда мы видим какое-то применение нормативного акта, мы должны спросить. Квит Продест, кому это выгодно, да? Зачем нам это нужно? Почему мы считаем себя какой-то, может быть, ущербной нацией? Мы считаем себя ущербными людьми, чтобы нам нужны какие-то преференции? Извините, мы что, народ Саха – это какой-то народ, который не может своими силами достичь чего-то, каких-то успехов? То есть, когда мы позиционируем себя как народ, который нуждается в определенных преференциях, значит, мы признаем то, что мы сами не можем чего-то достичь. Вот здесь мы не с того начали, как мне кажется, да? Но нужно было мотив. Почему? Чем вызвана вот эта самая просьба толкования? Зрив корень. Мотив, да? Зрив корень, как Казьма Прутков говорил, да? А мотив, как мне кажется, вот двоякий, да? Вот инициатор этого дела, он является, ну, работающим в той территории, где проживают малочисленные народы с севера, так, крайнего севера. И он встречался ущемлением своих определенных прав. Прав на охоту, прав на оружие, прав на какие-то такие вот вещи, да? И это сразу же навлекает. Так что же, мы коренные или не коренные? Подождите, Виктор Данилович. Если кто-то сталкивался с нарушением своих прав, то он сталкивался с этим не как представитель нации, а как гражданин. Вот именно. Это несовершенство государственного механизма. Так, и второй момент, да, второй момент. Благими намерениями мы постоянно твердим о своем южном происхождении. Ну, это не все же твердят. Да, ну почему же? Вся пропаганда, вся там эта самая культура завязана на этом. Мы южного происхождения, мы потомки Чингискана, мы там это самое где-то что-то там такие, да? Вот. А сразу возникает, значит, не коренные. Пришлые, так почему же тогда они титульная нация? Почему они должны это самое, как бы иметь какие-то такие там преференции, так? И вот с обеих сторон, да, такая проблемная ситуация образовалась. Патовая. Да. И они должны были просить толкования. Но Олег Борисович очень хорошо объяснил, да, вот в чем суть этого толкования, которого там не разъяснено было, да? Теперь создается прецедент. Люди не будут обращаться самому первоисточнику Конституцию, они будут апеллировать к толкованию, которое оказалось очень таким достаточно конкретным для того, чтобы инициировать законодательные, как говорится, акты для того, чтобы защитить свои собственные интересы. Вы говорили, что ни один малочисленный народ не будет ущемлять, это не ущемляет. Это до поры до времени. Теперь коренным оказавшийся якут придет и будет требовать таких же равных условий на круглогодичную рыблую ловлю и круглогодичную охоту на дикие колени. Абсолютно правильно, так и должно быть. Так вот нету, тогда они сразу скажут, а по какому праву? А по такому праву, что все люди равны перед законом. По Конституции Российской Федерации. Так вот, почему же, почему же мы должны, тогда надо объяснить, почему мы дали преференции одним? А поэтому нужно проводить работу, чтобы все люди выбрали. О выживании коренных малочисленных народов север. А Сергей Егоров против, он не считает, что коренные малочисленные народы, они подвержены процессу выживания. Я считаю, что все должны выживать одинаково, вне зависимости от того, кем они являются. Вашу дискуссию, здесь некоторая подмена понятий происходит. Ну, во-первых, вот этот ажиотаж, который вызвало данное постановление Конституционного Суда Республики, он искусственно создан во многом. Средствами массовой информации, наверное, в целях популяризации собственных изданий и привлечения массового зрителя, прежде всего. Дело в том, что здесь никакого политического контекста-то нет. И не существует такое понятие, титульная или нетитульная нация. Это неформально, законом не определено, не фактически в жизни. Здесь существует разъяснение терминологии. То есть Конституционный суд, он обогатил юридический лексикон. Он внес некоторые коррективы, юридическую семантику, но не более того. Здесь о политике никакой речи не идет. И потом, да, действительно, этностатус коренных малочисленных народов признается. Он закрепляется и на международном уровне, и федеральный закон 99-го года это предусматривает. И отдельные нормы Конституции Российской Федерации посвящены статусу коренных малочисленных народов. Ну, здесь принципиальным-то слово является ключевым именно малочисленные народы. Коренные, но именно малочисленные народы. Почему? Потому что государство здесь исходит из того, что этим народам грозит исчезновение. Это численность меньше 50 тысяч человек. То есть для них принципиально выживание, а их выживание основано на природной, исконной среде их обитания природного. Поэтому и законодательство охраняет и защищает исконную природную среду обитания этих народов, как основу их жизнедеятельности и их культуры. Это сделано исключительно с этой целью. И это исключение из общего правила. А я еще раз, значит, обращаю внимание и присутствующих, и телезрителей, что конституционный принцип, априорный принцип правового равенства граждан, он не подвергается сомнению. И предоставление некоторых льгот в вопросах природопользования для коренных малочисленных народов Севера, это не означает нарушение этого постулата. И, по сути дела, ведь что произошло? Конституционный суд, он юридически оформил общеизвестный, исторически сложившийся, общепризнанный факт, что существует коренной народ республики, который дал имя этой республике, как и названия другие субъекты Российской Федерации имеют, наименование своих коренных народов, которые являются национальными субъектами Российской Федерации. То есть мы фактически, в данном случае, Конституционный суд, он зафиксировал уже сложившуюся систему и общественных отношений, и сложившуюся систему правового регулирования, и законодательную систему. Просто здесь он разъяснил, что... И потом, опять-таки, такое обыденное правопонимание интерпретирует, опять-таки, коренные народы с малочисленными коренными народами, говоря о том, что будут предусмотрены такого же рода льготы в сфере природопользования будут распространены и на общественные отношения, в которых будут участвовать иные другие коренные народы. Но это же не так. Почему? Потому что малочисленные народы, их статус, прежде всего, оформляется федеральным законодательством. Олег Борисович, а вот я привел пример Северной Осетии, допустим. Если бы у нас Конституция Республики Саха и Якутия было бы прописано с самого начала, то, что поскольку якутский язык является государственным, или культура народа Саха является основополагающей для образования вот этой административной единицы, она является залогом существования, допустим, якутской культуры, вообще возникла бы потребность такого рода толкования? Ну, вы имеете в виду, что если бы в Конституции было бы конкретно зафиксировано, да? То есть была бы такая... Жить в Конституции сразу. Не, ну почему? Смотрите, 120 наций проживают, да? Но названа Республика Саха-Якутия, да? Саха-Якутия. В скобках. В скобках. Да, и в скобках, да. Ну, то есть выделяется уже на уровне, скажем так, названия некий один этнос. Ну, действительно, в чем, собственно говоря, вообще генезис федерализма? Для чего он существует? В чем его сущность-то вообще? Для того, чтобы учитывать особенности, которые исторически сложились на той или иной территории, которая входит в состав России. Эти особенности, они объективный характер имеют. Это и природно-климатические условия, и экономические условия. И проживание компактное. И в том числе и национальный состав населения. Ну, так исторически сложилось. И действующая федеральная конституция, и конституция нашей республики зафиксировала уже данность бытия. Я вот думаю, что вот зрив в корень вы сказали, да? Почему все-таки идет такое бурное обсуждение, и люди не понимают и недоумевают вопросы, да? Видимо, это средство массовой информации мы хорошо не объясняем на понятном людям языке. Это первое, да? И во-вторых, все-таки, мне кажется, вот я написал свой блог, там есть две как бы страха, фобии, которые мешают нашему развитию, федерализму. Это, во-первых, то, что вот угроза сепаратизма. Всегда говорят, вот давайте ликвидируем национальные республики, давайте мы все губернизацию сделаем, а тогда все будем жить хорошо. Это первый тезис угроза, бояться, что будет сепаратизм, да? И второй, вторая тоже фобия или страх, можно сказать, это страх ассимиляции. Это касающихся вот коренных монастырских народов и, может быть, даже некоторых народов, которые населяют республики. Покрупнее. Ну, нас с вами. Ну, например, Саха, да. Да. И всегда вот Алексей Алексеевич Кулаковский писал, что когда вот живя в одном котле, всегда может быть какая-то ассимиляция происходить и так далее. Вот, видимо, из-за этого все-таки люди хотят, чтобы было написано коренной народ все-таки республики Саха, чтобы защищать свои культурные интересы, язык и так далее. А в то же время некоторые боятся, что как только закрепят слово коренной, те скажут, другие уходите вон, да, типа такого. Мы имеем право на самоопределение. Да, типа такого, да. Но вот эти две крайности, это на самом деле фобия, да. Оно на каком-то психологическом уровне может быть. Эти фобии, они абсолютно какой-то деревенский страх какой-то, который, знаете, присущ людям только с ограниченным мышлением. Боятся того, что кого-то ассимилируют, да, там вот это вот действительно полностью какое-то убогое мышление, да. А что касается федерализма, да, Чукур, то федерализм должен быть реальный. Федерализм не должен быть такой, что вот здесь вот такой-то народ, и он окружен этой территорией, и поэтому это федерация, да. Федерация должна быть того, что в плане, что это должно быть действительно бюджетный баланс, да. И незаметно для телезрителей мы приступаем к самой острой стадии обсуждения нашего сегодняшнего вопроса, к рекламной паузе, конечно же. Мы вернемся сразу после, и будем говорить и за точку зрения Чахпура, и за точку зрения Сергея Егорова, который сегодня, безусловно, блистает. Увидимся сразу после рекламы. Прописано. У нас нет. Вот именно. Это не смесь, это модификация. Это рост. Потом образовали же франкофорные. То есть, поэтому якутский язык не умрет никогда. Он объединиться с другими, ассимилируется и вырастет во что-то новое. Другой язык. Мы возвращаемся в студию, в нашу темную студию, где мы сегодня уютно расположились на стульях, но тем не менее, тема вызывает очень большие споры. Еще раз, мы остановились на двух фобиях, про которые рассказал мой коллега Чакур Гаврилев. Да. Народ Саха скорее хочет защищать свои исконные культурные, духовные ценности, язык. И таким образом, вот, закрепляя конституционный, и поддерживая вот этот конституционный статус, да, ну не статус, а понятие просто коренной народ, хочет таким образом защититься. А другие, боясь, что вот... Вот, теперь смотри, поправочка. Защититься не от других этносов, а от исчезновения. Да. Да никто не исчезает. Это идет просто обыкновенное развитие. Любой народ, вступая в какую-то фазу роста, он идет воссоединение с мировой цивилизацией. В якутском языке появилось слово бацап. Бацап, вот именно. Да. То есть, некая какая-то, скажем так, оборотная сторона, но находится же... А в ответ нет, это агрессивная реакция вот этого классной консервативной среды и деревенской. Со стороны консервативной носителей культуры, да, которая сохраняет, желает, вернее, сохранить культуру в чистом виде, как оно было бы называлось. Они желают остаться в Хатоне. А мы, говорим, мы не хотим жить в Хатоне. Не надо так говорить. На самом деле, вот, то, что творится на севере, да, тут, правильно некоторые говорят, есть же некое такое северное братство, да, то есть, неважно какой-то, вот, дорога, трасса, да. Конечно. Там, неважно, какой ты национальности, да, ты там все равно соблюдешь какие-то, 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 какие-то традиции, нормы, там, дорогу покормишь, землю покормишь, да, неважно, тут, если ты на севере, человек, ходишь на двух ногах, носишь шапку, я обязан тому помочь. Сергей, понимаете, это отлично, что мы проложили дорогу в Якутию, да, и мы должны по этой дороге общаться с другими народами. И поэтому Конституционный суд, когда принял свое постановление, он признал, что вот мы есть, мы, Сахалар, мы должны вот жить на своей земле и общаться с другими народами. Я вот закончу, да, государство должно гарантировать обучение, поддерживать тех, кто желает на родном языке, открывать школы, должна быть оригинальная компонента. Мы живем в федеративном государстве, да, это делается и должно всегда делаться, поддерживаться. А если мы так не будем защищать, вот, например, коренных мальчислов народов севера, да, как защищает, какая-то периференция бывает, то вот эти нации, они в перспективе могут исчезнуть. Вы понимаете, что не бывает исчезновения нации, нации никогда не исчезают, нации вливаются в мировой котел народов. Ты это индейцам майя, скажи. Индейцам майя? Да. Ну, индейцев майя и ацтеков, да, их не стремили физически, да. А кто, извините, Эвенков или Юкагиров, там, не знаю, Ефутов? Чисто физически их не могли истребить, Сергей. Ну, ладно, это на самом деле еще раз казуистик. Я еще раз коллегу Борисычукову. Если бы было прописано, как, допустим, в Конституции Республики Калмыкия, о том, что калмыцкий язык основан, ну, Чокуру тоже, калмыцкий язык является основой для сохранения калмыцкой культуры. Вот вообще вот это, понадобилось бы вот это определение, объяснение, толкование? Ну, вы знаете, у нас существует конституционное равноправие субъектов Российской Федерации. И их конституционно-правовой статус, который закрепляется в федеральной конституции, он един. То есть нет каких-либо отличий в этом статусе. Но предусмотрены возможности урегулировать общественные отношения, которые складываются на территории национальных республик, с учетом специфики населения этой республики. В том числе и национальной принадлежности. Да, и этой как раз спецификой является язык. И государственный язык, что означает? Это значит, что он официальный язык общения, является наряду с русским языком. И у нас в республике язык Саха является наряду с русским языком государственным языком. То есть это у нас уже есть. Это существует, и это соблюдается, и выполняется. И вот это вот постановление, о котором мы сегодня с вами рассуждаем, оно и было озвучено на двух государственных языках нашей республики. Иных других каких-то принципиальных отличий в статусе субъектов Российской Федерации нет. Его, в принципе, и быть не может. Но федерализм для того и существует, и таково его предназначение, чтобы государство посредством издания норм права было способно смоделировать определенный характер общественных отношений. И федерализм, его сущность заключается в том, чтобы учесть те региональные особенности, которые существуют на той или иной территории. И законодатель, он как раз и имеет своей целью вот эти особенности, и это вот мы сейчас говорим о языковых особенностях общения населения. Вот эта сфера общественных отношений, она государством регулируется в силу особой значимости этих отношений. Но что касается иных сфер, они находятся вне пределов, они находятся за пределами правового регулирования, потому что представляют собой уже исключительно право личности. Как бы правовом отношении регулированы были бы, если бы у нас государство не строилось по национально-территориальному признаку, а административно-территориальному, то есть по губерниям. Как защитить интересы тех людей, которые экстремально в условиях особых территорий живут? Существуют в мире федерации, которые построены исключительно по административному принципу. Соединенные Штаты Америки, Индия, Бразилия, эти федерации, они построены, Австралия. То есть исключительно административный здесь существует принцип без учета национального состава населения, только территориальное образование. Существуют национальные федерации, Бельгия, например, Нидерланды. Там федерации уже построены с учетом национального состава населения, компактного проживания определенных народов на территории государства. А наша страна, наша Россия сложилась исторически, сейчас мы уже не можем изменить прошлое, мы его не можем скорректировать каким-то образом. Исторически сложилось, как государство, много национальное. И, следовательно, у нас есть традиционные субъекты, которые являются русскоязычными, и есть субъекты, которые являются лингвистически специфичными. И законодатель это учитывает, потому что такова жизнь, и так сложилось исторически, прошлого не изменить. Федеральная конституция зафиксировала данный фактор. Наша республиканская конституция развивает федеративные установления, федеральные установления конституционные. Так вот, почему же тогда, если есть механизмы, есть инструменты правовые, юридические, да, почему же мы это вот углубляем, углубляем этнический национальный фактор? Да потому что был запрос. Тогда как бы продвижение, развитие, как бы выравнивание условий жизни должно способствовать тому, чтобы этнические какие-то своеобразия на первый план не должны выдвигаться. А мы это еще как бы углубляем. Спросите Габышева. Нет, я думаю, что все-таки это некая гарантия, международная гарантия от губернизации. А чем плохая губернизация, скажите мне? Я не буду отвечать. Ты давай в газете Кым выступишь с таким, чем плохая губернизация. Нет, скажите, вы считаете, что реально в унитарном государстве... Это другая тема для другого обсуждения, Сергей. Нет, вот я и спрашиваю, допустим, да, при губернизации вот эти специфические интересы тех людей, которых, как говорится, тут исторически сложилось так, что у них образ жизни, территории. Какие преференции должны быть? ООН защищает. А я вас в ответ спрошу, Виктор Юрьевич, да, я вас в ответ спрошу. Сергей, Сергей, давай я отвечу насчет ООН и так далее. У нас ратифицированы вот эти положения, в которых... Нет, конвенции эти не ратифицированы. Не ратифицированы. Они, да, они в правую систему Российской Федерации, они не включены. Но ожидается ратификация полная вот этих конвенций? Ну, понимаете, наша страна-то, она уникальная. И вот эти международные акты, которые посвящены коренным народам, они же ведь были направлены на то, чтобы сохранить коренные народы нового света, которые действительно были колонизированы с этой целью. Понимаете, у нас иная историческая судьба. У нас в нашей России иная историческая судьба. Эти клише, они не подходят для нашей страны. Мне уже напоминает, что время... Поэтому Россия не ратифицирует. Потому что права уже используются, права народа самопределения. Потому что у всех людей есть одинаковые права. Потому что они не зависит от того, как у народа самопределения. Давайте я задам завершающий вопрос. Нашим коренным народам России исчезновение не угрожает, кроме малочисленных. Поэтому законодатель статус малочисленных народов урегулировал особенно. А все остальные граждане России. Олег Борисович, последний краткий вопрос. Да или нет. Изменится ли жизнь обычных граждан республики Саха и Якутия вступлением в силу вот этого постановления? Я так думаю, что нет. Повседневная жизнь граждан, она не изменится. А юридическое сообщество, наверное, претерпит определенные трансформации. Получит новый термин. Обогатиться, скажем так. Ну и слава богу, закончили на этом. То есть нет никакого ущемления ни корочительных КМНС, ни, скажем так, великого русского народа. Кстати, к теме о российской нации, которую поднимал на этой неделе лидер страны Владимир Путин, мы обязательно вернемся в одну из своих программ. А сегодня мы рассматривали конкретно постановление Конституционного суда Республики Саха и Якутия об пояснении, толковании слова коренной житель республики. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин